Друзья, наидобрейшего времени суток, как всегда с вами Док Браун и сегодня мы поговорим про Блесс Онлайн. Совсем уже скоро запустится русское закрытое бета-тестирование Блесс Онлайн и многие игроки делятся уже на три лагеря. Первый лагерь, мы ждем Ревелэйшн, второй лагерь, мы ждем Блесс и третий лагерь, а мы нифига не ждем, нам и так нормально. Сказать, что кто-то из них прав, кто-то не прав, это неправильно. Почему? Потому что у каждого человека свои вкусы, свои предпочтения и все равно комьюнити у любой игры будет. Даже в симулятор хлеба или в симулятор камня все равно люди играют, поэтому тут тем более будут играть. Но давайте разберем все-таки, что же за игра Блесс, что она из себя представляет и возможно вы разочаруетесь, возможно наоборот, ну тут уже зависит от ваших вкусов. Во-первых, начнем с того, что многие просто хотят новую игру, но сразу же ставят крест на Ревелэйшн и ждут Блесс. Почему? Потому что Блесс, он выполнен в классической форме, а в Блесс такое стандартное фантазийное средневековье с огромными замками, с эльфийскими руинами и прочими привычными нам видами, скажем так. В то время как Ревелэйшн чем-то напоминает Blade & Soul, который понравился далеко не всем и далеко не всем он понравился именно потому, что он очень сильно азиатский. С Ревелэйшном та же история. Игра очень сильно азиатская, вообще абсолютно везде его всем, архитектура, строение, история, сюжеты и так далее, это все явная азиатщина. В Блессе этого нету, и именно этим многих привлекает Блесс. Но касательно самой игры. Знаете, недавно прошел Игромир и Гоха вручила там подарки 101XP, что мол Блесс это лучшая MMORPG Игромира 2016 и там мол лучшая боевая система в MMORPG. Для начала, ребят, а как много MMORPG игр вы видели на Игромире? Вот серьезно, сильно ли много было из чего выбирать? Вот помимо Блесс и Ревелэйшн. Причем Ревелэйшн, о котором Гоха точно так же очень активно пиарит у себя. Ну, если вдруг какие-то MMORPG еще вспомните, пишите в комментарии. Но, к чему я клоню? Для тех, кто может быть не в теме или не знает. Боевая система Блесс онлайн. Я достаточно долгое время играл на корейских серверах. Попробовал разные классы. И что я лично могу сказать? Во-первых, если вы в данный момент играете в Blade & Soul или в Teru, например, и привыкли к динамичным сражениям, можете сразу о них забыть. То есть в Блессе такое просто технически невозможно. Боевка выглядит вполне себе красиво, я бы так сказал. Но в Блессе присутствует таргетная система боя. Там немного неправильно подается информация в том, что вы можете менять таргет или нон-таргет. Это совершенно не так. Там таргетная боевка абсолютно во всем. Единственное, что вы можете выбрать, это будете ли вы закреплять таргет вручную. То есть табать или просто кликать по противнику мышкой и закреплять тем самым таргет. Либо вы будете иметь плавающую таргетную систему, которая будет закрепляться на том противнике, на которого вы смотрите. Причем второй вариант чудовищно неудобен для некоторых классов. То есть, к примеру, играя за того же дальника, например, за лучника, вы представьте себе такую ситуацию. На одной прямой у вас стоит два моба. Вы целитесь в первого, начинаете по нему стрелять. Моб подскакивает в сторону и тут же этот плавающий таргет переключается на моба, который стоял за ним. И вы автоматически наносите дамаг второму. Он на вас агрится. И так до бесконечности. Второй, третий, четвертый. То есть, таргет, он здесь будет прилипать то туда, то сюда, то сюда, то туда. И вы будете наагривать на себя пачку просто мобов. И честно, ребят, пробовал играть за лучника, вот с такой системой дико неудобно. Так что готовьтесь к тому, что вы будете просто табать противника и просто дальше дамажить его. К чему еще можно придраться в этой системе? К тому же, что этот плавающий таргет будет дико мешать, опять-таки, дальникам в данжах. Кстати, даже в данжах не только дальникам, но и ближникам. К примеру, не все классы, не все ближники, скажем так, наносят АОЕ урон, то есть по площади. И что получается? Иногда боссы будут призывать миньонов, которые будут появляться прямо рядом с боссом. Что мы получаем? В момент атаки босса плавающий таргет будет слетать на ближайшую цель к вам. И вы вместо того, чтобы дамажить босса, будете бить мелких миньонов. Тоже не самый лучший вариант. Так что, должен вас вот так немного разочаровать в плане боевки в лес онлайн. Так что, выбирайте лучше сразу таргетную систему и не парьте себе мозги. Касательно всего остального. В игре присутствует система крафта, система сбора ресурсов, которая немного геморная. Потому что построена на том, что вы будете собирать много чего, много ресурсов разных. Если вы будете заниматься крафтом, то ресурсы вы будете собирать, собирать, собирать и собирать. Но, для крафта каких-то классных вещей, оружия или крутого сета, вам нужно будет полностью полагаться на рандом. Потому что те ингредиенты, которые нужны будут для крутого крафта, они дропаются очень редко. То есть, к примеру, вы будете собирать листья с какого-то куста и, возможно, шанс 1 к 100, что вам дропнется нужная ягода, например, с этого куста вместо листьев и так далее. То есть, там, при добыче камня, что вам выпадет какой-то, ну, к примеру, кристалл, который нужен для крафта. То есть, заморачиваться со сбором придется очень сильно. Так что, можете начинать собирать в игре практически все и абсолютно сразу. Ну, это если так, в общем, обобщить. Вот такая вот система. Сам же по себе крафт, он совершенно обычный, не сложный, ничем не примечательный. Вся загвоздка, это, пожалуй, как раз таки в том, чтобы собрать нужные ресурсы. Ну, как-то так это выглядит. Боевка, крафт, поговорили. Касательно всего остального. Графен. Графен присутствует в игре и стоит отметить, что он действительно очень хорош. Но учтите, ребят, что есть такое понятие, как растянутые текстуры. Это есть в любой MMORPG и в Бес тоже не исключение. То есть, к примеру, локации, в которых вы начинаете, стартовые локи, они все очень красивые, они все очень круто сделаны. Но стоит выйти из этих локаций и пойти дальше, как вы начнете замечать, что далеко не все так замечательно выглядит. А так как, как-никак, все-таки в Блес мир открытый и можно перейти из одной локации в другую локацию, буквально перейдя через горы, то в горах вообще все печально на самом деле. Те, кто пытался, те, кто делал это, то, ну, пожалуй, те согласятся. Потому что выглядело все стремно. Для сравнения скажу, что выглядело все точно так же, как в WarChange. То есть, ты внизу по локации бегаешь вроде бы нормально, поднимаешься немного выше и понимаешь, что там просто голая текстура натянутая вот на вот эту вот гору, на эту оболочку. И там просто голо, ничего нету. Ну, даже трава не растет. То есть, ну, как-то так. Так, касательно всего остального, какие нюансы есть в Блес, ради чего стоит идти в Блес? Не знаю, ребят. Тут уже решать вам, что вы хотите. Как таковых данжей, в принципе, в игре на самом деле не так уж и много. Да, их будут добавлять, само собой, данжи будут появляться новые, но их реально не так уж и много. А сказать, что их сложно проходить, ну, тоже нет. Я бы не сказал, что сложно. Вы заходите первый раз, огребаете. Заходите второй раз, понимаете тактику. А дальше третий, четвертый, пятый, десятый, сотый раз вы просто с первой попытки будете проходить любой данж, потому что уже будете знать тактику. Никаких особых таймингов, никаких особых необычных боссов нет. Нету вообще, абсолютно. Ко всему прочему, по ходу прокачки вы будете переходить в данж уже, будучи более высокого уровня, чем мобы в нем. И это еще больше будет вам упрощать прохождение данжа. Учитывайте еще и это. Касательно PvP контента, Free PvP, да, там можно нападать, можно выносить. Хорошо это или плохо, опять-таки, решать вам. Ну, но все прекрасно знают в русском комьюнити, что ПК это просто вот их будет дофига. Будут подходить со спины выносить, под мобами бить и так дальше. То есть, но Free PvP это фишка игры. Ну, ладно. Касательно Асад, ну, тут тоже тяжело на самом деле что-то сказать. Их-то и на Корее очень даже не сразу добавили и очень долго правили их на Корее. Как оно будет у нас и как это все заработает. Ну, тут уже только время покажет. Единственная фишка, которую я могу реально отметить, чего нету в других MMORPG. Ну, или если даже есть, то редко встречается. Это приручение. Штука достаточно прикольная, приятная, интересная. Но, ну, не знаю, будет ли кто-то в игре прям заниматься коллекционированием абсолютно всех имеющихся там мобов. И приручать их себе для коллекции. Тут уже, конечно, дело вкуса. А так, во всем остальном, то есть, ни системы домовладения, ни какого-то водного, морского, подводного контента в игре нету. То есть, как я и когда-то говорил, Блесс очень сильно мне напоминает Аркейдж, причем с урезанными возможностями. То есть, если из Аркейджа вырезать огороды, домовладения, вырезать морские ивенты, вырезать вообще весь морской контент, все эти подводные задания, ивенты, город подводный, все это вырезать, то тогда получится Блесс. А, ну да, и еще вырезать всю торговлю, паки, вот это все. Вот тогда точно получится Блесс. Серьезно. Только с более фиксированными игровыми классами, я бы сказал. Ну, как-то вроде бы и все. Так что, ждать Револейшн, или ждать Блесс, или не ждать ничего, это вы уже решаете, ребята, сами, каждый сам для себя. Стоит ли попробовать Блесс? Однозначно стоит, да. Потому что нужно составить свое собственное мнение об игре, ну а там уже дальше как получится. На этом, пожалуй, у меня все. Я, конечно, тоже буду играть в Блесс, я ее буду стримить, само собой, показывать вам это все. Но сказать, что лично меня Блесс очень привлекает, то нет. Нет, меня лично больше привлекает Револейшн, даже та же старая Терра. И, я не знаю, как-то с гораздо большим удовольствием и интересом я лично провожу время в том же Аркече, например. То есть, ну, как-то так. Посмотрим, что будет дальше. Надеемся на хорошее, интересное обновление. Судя по всему, на закрытом бета-тесте мы даже увидим уже Мистика, что очень хотелось бы посмотреть на самом деле. На Корее его обещали добавить где-то еще полгода назад, но добавили буквально недавно. И вроде бы как на ЗБТ он тоже будет. Очень хочется посмотреть. Ну, а на этом пока что у меня все. Если вам понравилось, ставьте лайк. Если вы не согласны, то пишите в комментах, с чем конкретно. Мне будет интересно познакомиться с вашим мнением. На этом все. Всем удачи, всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok